Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы снова на улице Ленина. Дошедшие до нас фотографии Старого Сибирска позволяют представить эту улицу той поры, когда она еще была московской. Ее проезжая часть была шассирована, то есть мужчина-булыжником. Проезжая по ней, ломовые извозчики поднимали невероятный грохот и сплошные облака пыли. Вдоль домов тянулись деревянные тротуары-мостки. Деревья перед зданиями появились лишь в конце 19 века, когда разрешили их сажать. Одним из красивейших зданий улицы является дом под номером 65. Он находится на пересечении улицы Ленина, бывшей московской, и переулка Комсомольского, бывшего овражного переулка. Когда-то он относился к усадьбе дворян Родионовых. К дому был возведен пристрой. Сейчас это 67-й дом. Он тоже был частью усадьбы. В 1780-х годах Родионовы основали в селе Сосновка, сегодня это село Корсунского района, спиртовой завод. Позднее Винокуриной с 1832 года владельцем Винокуриного завода стал Петр Иванович Родионов. Его пять сыновей один за другим родились в 30-х годах 19 века. Юные лица Николая, Дмитрия и Михаила теперь можно увидеть на картине симбирского художника Макарова. Эта картина находится в Ульяновском художественном музее. Добротные строения усадьбы привлекают внимание необычностью. Они не только не утратили первоначального облика, но и дошли до нас с наименьшими потерями. До 1877 года в этом доме жил Михаил Петрович Родионов, гвардей-прапорщик. Он занимался виноторговлей. В Симбирске имел несколько домов и винные склады. При этом он владел при селе Сосновка более 3610 земли. Там он построил больницу на шесть коек и после своей смерти завещал 15 тысяч рублей на ее содержание. Симбирские дома, построенные как доходные еще при Михаиле Петровиче Родионове, были приобретены купцом Александром Дмитриевичем Сачковым. Интересно, что Александр Дмитриевич Сачков родился крепостным. Позже он учился в школе для дворовых детей имени Аненкова. Затем в Симбирском уездном училище. Свою службу начинал поверенным в делах Михаила Петровича Родионова. К началу 20 века ему уже принадлежало кубернии 8510 земли. Также он достиг высокого общественного положения. Купец первой гильдии. Городской глава с 1893 по 1896 годы. Гласный Симбирско-городской дома, попечитель учебных заведений. В советский период усадьба памятниками истории и архитектуры никогда не считалась. Здания активно эксплуатировались разными учреждениями. В последние годы с хозяевами повезло. Дом 65 по улице Ленина – районный отдел внебедомственной охраны. Во флигеле находится кафе. Все названные организации прислушались к рекомендациям специалистов ГИМС, направленным на сохранение исторических зданий. Деревянный одноэтажный дом под номером 108 привлекает своей оригинальной архитектурой. Он находится недалеко от кирхи. Первоначально был построен в 1860-х годах и относился к усадьбе коллежского асессора Александра Ивановича Зальценберга. В 1890-х годах домовладение покупает жена коллежского асессора Анна Семеновна Ястребова. В 1910 году Ястребова получила разрешение на переустройство существующего жилого флигеля. Сегодня это дом номер 108. С пристроем к нему кухней синей. Проект был составлен архитектором Петром Курочкиным, который на тот момент являлся помощником городского архитектора Феофана Вольсова. Петр Курочкин принимал участие в строительстве многих городских зданий. Среди них и здание электростанции. Сегодня это 46-й дом по улице Минаева. Дом под номером 59 на улице Ленина ульяновцам известен как областной военкомат. Он был построен во второй половине 80-х годов 18 века Александром Федоровичем Ермоловым, советником симбирского наместничества, губернским предводителем дворянства с 1802 по 1819 годы, дедом известного поэта Николая Языкова. Согласно архивным документам, на строительство этого большого особняка пошло больше 40 тысяч кирпичей. Роскошь для того времени невероятная. В начале 19 века дом стал истинным сосредоточением культурной и общественной жизни города и губернии. Здесь каждый вечер в зимнее время проходили балы. В этом доме в разное время бывали многие известные симбиряне, связанные с семьей Ермоловых, родственными узами и дружбой. Ивашевы, Языковы, Кротковы, Дурасовы, Толстые и другие. Дочь Ермоловых, Екатерина, связала свою жизнь с гвардиепрапорщиком Михаилом Петровичем Языковым и родила ему трех сыновей. Поэта Николая, палеонтолога Петра и мыслителя Александра. Есть предположение, что все они родились в этом доме. С 1863 по 1869 годы в здании располагалось дворянское собрание в начале 1880-х годов Симбирское уездное управо. Последней владелицей дома Ермоловых в начале 20 века была Екатерина Максимилиановна Перси-Френч, одна из крупных землевладелец Симбирской губернии. Екатерина Перси-Френч была дочерью симбирской дворянки Софьи Александровны Киндяковой и ирландского аристократа Роберта Максимилиана Перси-Френч. После развода родителей ее воспитывал дед Александр Львович Киндяков, владелец Винновки. В начале 20-го столетия ее капиталы исчислялись невообразимой суммой – 50 миллионов рублей. Частью этого богатства стал и бывший дом Ермоловых на Московской улице. В этом доме Екатерина Максимилиановна разместила свою обширную художественную коллекцию, сокровища, перешедшие к ней по наследству. Она была последней представительницей старинных фамилий Киндяковых, Скребицких, Стремфельдов. После революции дом был национализирован, и с 1920 по 1932 годы в нем размещался Ульяновский художественный музей, созданный на основе коллекции последней владелицы. С 1943 года в доме разместился областной военкомат. На пересечении улиц Ленина и Железная дивизия находятся грандиозные культовые сооружения, которые ульяновцы называют «Кирха». Это Евангелическая лютеранская церковь Святой Марии. Первые сведения о существовании Симбирской лютеранской общины относятся к 1777 году. В 1819 году община получила разрешение проводить праздничное богослужение в актовом зале Симбирской губернской гимназии. В 1821 году утверждается самостоятельный церковный совет, состоящий из 200 верующих. Первая лютеранская кирха была построена в 1847 году и представляла собой простое каменное одноэтажное здание. Весной 1912 года строительным отделом Симбирского губернского правления был утвержден проект католического костела, автором которого был Август Августович Шаде. Он же разработал эскиз для оконной мозаики. Торжественная закладка лютеранской церкви состоялась 23 мая 1913 года. Строительные отделочные материалы поставляли различные предприятия. Херепицу изготовили на цементно-бетонном заводе Симбирского губернского земства, деревянные оконные переплеты смастерили в Симбирско-Чувашской школе, из Риги доставили 9 железных оберлихтов и стекла художественной работы. Строительство кирхи длилось всего 5 месяцев. 3 ноября 1913 года состоялось освящение вновь построенной церкви. В январе 1930 года кирху, как и большинство культовых заведений, закрыли окончательно. Решением Ульяновского горисполкома здание отдали под клуб. Потом здесь размещался склад и детская спортивная школа. В годы Великой Отечественной войны в бывшем церковном здании хранились вывезенные из Ленинградского военно-морского музея экспонаты, в том числе ботик Петра I. В 1991 году здание церкви было возвращено в Лютеранской общине Святой Марии. В ходе реставрационных работ был сделан новый шатер башни, перекрыта крыша, на ней установлены два латинских креста. По рисунку сохранившегося окна резницы восстановлены оконные переплеты. По образцам осколков старых стекол симитированы цветные витражи внутренних оконных завершений. Пескоструйным аппаратом очищен кирпич фасадов. 15 сентября 1991 года состоялось первое, более чем за 60 лет, богослужение в Лютеранской кирхе. 3 апреля 1994 года состоялось открытие освящения обновленной кирхи. Деревянные с антресолями на каменном полэтаже здания на углу улиц Ленина и Железной дивизии построены в конце XVIII века. Первым его владельцем был генерал, тайный советник, землевладелец Симбирской губернии, владелец фабрики и заводов Александр Никифорович Скребицкий. Он был прадедом Екатерины Перси-Фрынч. С 1861 года владельцами дома стали купцы Акчурины. Купеческий клан Акчуриных, составивший свое состояние на торговле шерсти, приумножил его на суконном производстве. К концу XIX века симбирские Акчурины владели шестью суконными фабриками. Что же касается усадьбы Акчуриных на улице Московской, то им до своей кончины владел Хасан Сулейманович Акчурин. В этом доме провел свои детские годы сын Хасана Сулеймановича Акчурина Юсоф, впоследствии известный журналист, политик, советник первого президента Турецкой Республики Мустафой Кемаль Ататюрка по вопросам культуры и политики. А в 2015 году впервые побывал на родине своих предков известный кинодокументалист Истамбула Хасан Акчура, названный в честь своего прадеда Хасана Сулеймановича. В Ульяновске гость посетил бывший дом его семьи, сейчас это дирекция ГИМС Родина Ленина. После реставрации в 1986-87 годах здание приобрело свой первоначальный вид и ныне соответствует облику дома Акчуриных с 1870 по 1880 годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова